Привет, друзья! Сегодня в этом видео я предлагаю вам обратить внимание на один из главных продуктов сезона – гранат. Наверное, нет ни одного человека, не знающего, что такое гранат. Гранаты – одни из самых полезных фруктов на Земле. Они содержат ряд полезных растительных соединений, которым нет равных в других продуктах. Гранатовое дерево имеет небольшие размеры и больше похожи на куст. Но даже на маленьком деревце вырастает больше 10 плодов красного цвета. Внутри содержится множество семян, которые находятся в индивидуальной оболочке, называемое зерно. Созревание плодов чаще всего происходит в середине осени – конец сентября, октябрь. Первые упоминания об этом фрукте датируются 4000 лет до нашей эры, а родиной считаются страны Ближнего Востока. В настоящее время его возделывают в большинстве стран с тропическим и субтропическим климатом. Не являются исключением и территории Черноморского побережья, Армения, Азербайджан, Грузия, Дагестан. В плодах граната для здоровья полезно все – и корни, и кора, и цветы, не говоря уже о мякоти плодов и соке. Полезными свойствами гранат обязан содержащимся в нем полезным веществам – витаминам А, ПП, С, Е, группы В, бета-каротину, макроэлементам – железу, кальцию, калию, магнию, натрию, фосфору, жирным кислотам, сахаридам, органическим кислотам, лимонной, яблочной, щавелевой, аминокислотам, цистину, аргинину, оксипролину, серину, тренину, гистидину, лизину, пищевым волокнам, клетчатке, дубильным веществам, фитогормонам, алкалоидам, антиоксидантам. Пищевая ценность граната составляет 52 килокалории на 100 грамм продукта. Поэтому можно смело лакомиться им, не переживая о фигуре. К тому же этот благородный фрукт снижает в крови человека уровень жирных кислот и тем самым не дает образовываться новым жировым клеткам, особенно в проблемных зонах. Гранат – уникальный и крайне полезный фрукт, и сейчас рассмотрим его полезные и вредные свойства. Полезные свойства. Гранат очень эффективно поднимает уровень гемоглобина. Регулярное употребление спелых плодов граната помогает нормализовать давление крови и уменьшить симптомы вегетососудистой дистонии. Фрукт разжижает кровь, предотвращает появление тромбов и улучшает кровоток. Гранат улучшает память и концентрацию внимания, активизирует работу мозга, предотвращает депрессию и тревожность. При употреблении граната улучшается эластичность стенок сосудов. Благодаря содержанию полифенола, натурального антиоксиданта, гранат замедляет процессы старения в организме. Также рекомендуется обратить внимание на фрукт больным малярией и истощением организма. Витамины и микроэлементы граната помогут справиться с этими болезнями быстрее. После рентгенологического обследования, съешь ты гранат, чтобы ликвидировать все вероятные результаты радиоактивного воздействия на здоровье организма. Высушенная белая пленка, отделяющая ягоды граната от кожуры, оказывает на организм успокоительное действие. Для стабилизации работы нервной системы, успокоения и нормализации сна, сухую пленку добавляют в чай. Гранатовый сок обладает в три раза больше антиоксидантной активностью, чем красное вино и зеленый чай. Сок из граната нормализует пищеварение. Его рекомендуют употреблять после сыпных праздников. Полезен при респираторных инфекциях, мочекислом диатезе, кашле, ангине. Сок граната рекомендуется употреблять мужчинам для профилактики и лечения импотенции. Этот лечебный напиток способен улучшить циркуляцию крови, очистить стенки сосудов от холестериновых бляшек и, как следствие, полностью решить проблемы с эрекцией. Разгрузочные дни и диеты, да и просто правильное питание, практически не обходятся без этого вкусного фрукта. А гранатовый сок обязателен для похудения, поскольку в нем содержатся полезные микроэлементы, которых так не хватает в голодном рационе. Благодаря эстрогенам, содержащимся в гранатах, нормализуется гормональный фон у женщин при климаксе, снижается интенсивность болей во время менструации, а также унимается головная боль. Чем полезна корка? Отвар из корок можно применять для полоскания при стоматите или гингивите, фаренгитах или ангине. Данный отвар будет хорошим средством для избавления от диареи. Гранатовая корка имеет вяжущее свойство, так что хорошо подходит при колитии и поносе. Также отвар из кожуры уменьшает жирность волос и устраняет перхоть. Чем полезны косточки? Многим людям не нравится гранат из-за большого количества зерен. Есть гранат с косточками или без, не теряющий популярность с годами вопрос, интересующий многих. Ответ на этот вопрос довольно простой, конечно же да, ведь в косточках содержатся основные витамины и микроэлементы, которые присутствуют в гранате. При этом косточки из граната хорошо стимулируют пищеварительные процессы. А также в виде порошка они снимают головную боль, понижают давление и повышают гормональную активность организма. Гранатовые зерна. Сырье для изготовления эфирного масла и чудотворного сока. Масло нашлось применение в косметологии, а сок благотворно влияет на печень и почки. Он насыщен витаминами Е и Ф, обновляющими клетки и омолаживающими кожу. Гранатовые косточки также будут полезны для всех, употребление которых рекомендуют при болезнях щитовидной железы. А если сделать порошок из косточек, то он будет действовать как профилактика против рака молочной железы, и все это благодаря присутствию в косточках и логотонина. Вред граната. При всех положительных свойствах граната стоит помнить и о небольшой предосторожности. Во-первых, употреблять свежевыжатый сок этой ягоды следует только в разбавленном водой виде, так как в концентрированном содержится большое количество лимонной и других кислот, способных вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта. Людям, страдающим аллергией, следует пробовать этот плод с осторожностью. Он способен вызвать сильную аллергическую реакцию, особенно у лиц, к этому предрасположенных. Во время обострения геморроя, при хронических запорах гранат употреблять нельзя. Гранатовый сок богат различными кислотами, которые могут повредить эмаль зубов. Поэтому рекомендуется его пить через соломинку, после чего полоскать рот. Самым вредным продуктом на основе гранаты считается сок, купленный в магазине. Для сохранности в него добавляют вредные вещества, а добывают их из сухих корок методом восстановления. Как видите, польза граната для здоровья многократно превышает его вред. Поэтому, обязательно включайте этот фрукт в рацион, но соблюдайте осторожность при его применении. На этом у меня все. Желаю всем крепкого здоровья. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки, дизлайки и комментировать. Всем спасибо, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok